Девушки отдыхают Слушаю вас, Валентина Андреевна Петр Степанович, а я ведь насчет переселения Это что, правда? Правда Семьям офицеров нужны квартиры Только вы теперь к этой категории не относитесь Я отсюда никуда не поеду Валентина Андреевна, ну зря вы Другие только мечтать о таком могут Вы же получите в собственность хорошую квартиру в городе Петр Степанович, мы с Пашей здесь всю жизнь прожили Он тоже служит в этой части А я уверена, что он жив и скоро вернется Вот когда вернется, тогда и реши А сейчас вам, Валентин Андреевна, придется съехать из гарнизона Вы не имеете права, я буду жаловаться Валентина Андреевна, ну кому жаловаться-то? Есть указание Изыскать жилищные резервы на территории гарнизона Голубушка Понятно Ну чего, мам? Нравится? По-моему, хорошая квартира Нравится? Хорошая квартира Смотри, сюда поставим пианино, сюда шкаф, сюда трюмо можно Мам, ну чего? Мне нравится, что ли? Смотри, солнечная сторона, еще и сквер рядом Жить можно Жить везде можно Но хорошо там, где душу оставил Мам, ну привыкнем же Я все думаю, а вдруг папа найдется? Мам, если папа найдется, ему скажут, куда мы переехали Не в Китае живем, ну? Не в Китае Да, а может оно и к лучшему? Какая-то новая жизнь Новые впечатления, новые люди Да, конечно, к лучшему, мам Хорошо, что ты у меня есть Вызывали, Алина Сергеевна Садитесь, я Распишитесь Что это? Приказ о вашем сокращении Валентина Андреевна На, давай Трубку возьми Алло? Ой, привет, дедуль Как ты там? У меня все идет нормально, потихоньку А у вас как? А куда вы канули? Нет и все, и звонков ничего Ну так же нельзя Слушай, Лер, позови меня Пашу, пожалуйста Я вот трякну как следует Да что ты такой не звонит? Ну что ты, целую вещь Дед? Да, дедушка Про папу спрашивай Алло, Сергей Иванович, здравствуйте Валя Валя, ну привет, ну что такое? Я же начинаю волноваться Паша в командировку уехал Вот Из командировки он тоже мне может позвонить Между прочим Ну что это такое? А он нам тоже не звонит У него, наверное, что-то с телефоном там Ну а все нормально Нормально Вы сами как? Ну у меня так все нормально, я же говорю Я за вас волнуюсь Пока Пока Мам, ну может мы зря скрываем Ну сколько можно врать Давай дедушке правду скажем Вот у Сергея Ивановича больное сердце Зачем ее волновать? Вернется папа и расскажем Мам, а ты правда веришь в то, что папа вернется? Лера, а что ты не веришь Обязательно вернется Давай посуду еще тащи Ага Ну спасибо, дальше мы сами Пойдем, сядем Ну все Ты выезжаешь Я же без тебя, Тереса, сколько умру? Да ладно тебе Мы же в школе будем видеться Ну в школе это одно Так-то раньше мы каждый день тусили Будешь в гости ко мне приезжать? А ты пригласишь? Слав, ну тебе что, особое приглашение нужно? Зин, я хочу с тобой серьезно поговорить Я слушаю Дело в том, что мне предложили Очень интересную, выгодную работу в Испании В Испании? И ты что, уедешь туда один? Ну, я же ненадолго Но я как только бы устроюсь Я сразу сделаю тебе вызов Ну ты расстроилась Да нет, я просто Я просто уже скучаю по тебе Да к черту Вот ты знаешь, к черту Я считаю, что надо сделать по-другому Как? Я думаю, что надо купить недорогое жилье в Испании Где-нибудь возле моря И сделать вид на жительство И жить вместе Что это? Посмотри Боже, Дим, какая прелесть Тебе понравилось? Ты шутишь? Я просто в восторге Я рад А По какому поводу? Зин, дело в том, что Я не смогу жить в этом мире Без такой Умопомрачительной женщины, как ты Будь моей женой Ну, если, конечно Не согласна Или тебе надо подумать Я пойму Нет, нет, нет Нет Я не буду думать Я согласна Солнышко Я хочу поднять тост За тебя За мою любимую женщину За тебя Дим, я так счастлива А пойдем танцевать? Пойдем Как же я тебя люблю А я тебя И взяли Давай, давай, давай Аккуратно, аккуратно Линолеум не заденьте О, ставьте Товарищ капитан Помощь требуется Да нет, да нет, отдыхай Спасибо тебе, Игорь Не знаю, что мы с тобой делали Планируйте, Валь Свои же люди-то Сочтемся Даже не знаю, как тебя благодарить О, я знаю Ты мне вот отверточку крестовую принеси А, крестовую? Прежим Лер Ты не помнишь, где у нас крестовая отвертка? Там Что это такое у тебя? От росток денежного дерева Мне Катяка в школе давала Смотри Когда дерево начнет быстро расти Пустят корни У нас будет куча денег Все будет благополучно Вот так Давай, Света Да, здорово Вот если бы так и было То все бы сажали денежные деревья И сидели бы дома А денежки им нужно зарабатывать, дочь Ну ты правильно делаешь А зеленяй наше новое пристанище Так Крестовая отвертка Вот она Такая подойдет? Нагодится Лерка там денежное дерево сажает Говорит, вырастет, мы озолотимся Молодец, Лерка Правильно так и надо Главное же верить правильно Вот я, например, тоже верю Что у вас на новом месте В новой квартире У вас начнется новая жизнь Счастливая, спокойная Стабильная Только какая она спокойная Беспашка Ну Может я просто не так выразился Как-то тяжко, Игорь Все время вспоминаю Да я тоже Слушай, Валя, помоги мне Подержи вот так Вот так вот, подержи Ммм... Ну что, что делать? Пирожки такие офигенные Во! Тесто удачное получилось Я сама люблю печеное А вы ешьте А то на магазинах, пирожках Только язву желудку себе Можно заработать Вот. Смешнее просто объедение. Вы так классно готовите. Ешьте, ешьте. На здоровье. Вам надо. Так, бойцы, давайте поконим. Бать за вами буханку прислал. Так, а я подтянусь попозже. Давай-давай-давай, по дороге дожуёшь. Реально офигенно. Пошли, пошли. Можете возьму ещё? Бери, бери. Спасибо. Ребят, я в дорогу вам дам. Возьмите. Берите, берите. И вы берите, да, конечно. Спасибо. Бери, берите. Бери, тище. Помощники твоей бойцы. Игорь, что ты делаешь? Я сама могу убрать. Ну, так и я сам. Руки же не отвалятся, правильно? Ну, да. Я пройду. Совсем, мать, не жалеешь. Такую тяжесть заставляешь таскать. А денег сколько в магазине потратили? Ой, мой. Мам, ну а что делать? Ну, Лере надо питаться, она вон вся исхудала. Вот. На работу тебе надо устраиваться, вот что. А то избалуешься совсем. А я что, не ищу работу? Я уже все садики обегала, мест нет. Ты что, опять решила воспитательницы устроиться? Там же платят крохи. Ну, а что ты думаешь, я приду, мне сразу миллион заплатят? А никто про миллионы и не говорит. Просто с твоей бывшей зарплатой можно было только на шее у мужа сидеть. А сейчас тебе рассчитывать не на кого. У меня пенсия, мне самой не хватает. Так что, Ерочку тебе придется поднимать самой. Да, действительно, ты права. Всегда права. Придется искать какое-то другое место, но времени катастрофически не хватает. Я уже с этим переездом просто голова круглая. Ой, не говори, переезд, это же просто сродни потопу, да? Ой, нам с Димулькой тоже скоро предстоит. Мам, ты что, а ты собралась переезжать? Я что-то сказала? Я ничего не сказала. Но если у нас что-то получится, ты первое узнаешь, обещаю. Мамочка, ты меня извини, конечно. Я все понимаю, как ты относишься к Диме и он к себе, но будь осторожна, я тебя очень прошу. Смени пластинку. Все, я молчу. Я больше ничего говорить не буду. Все, извини, пожалуйста. Валя! Здрасте. Здрасте. Привет, Игорь. Здравствуй. Мне поговорить с тобой надо. Я эти сумки одна не понесу, я и так еле дошла. Да вы извини, конечно. Извините. Спасибо. Я отнесу. Спасибо. Что-то случилось? Пойдем, я расскажу, пусть. Лерочка, мы пришли. На кухню сможешь поставить? Вот сюда можно поставить. Спасибо. Игорь, что ты хотел сказать? Отойдем, Валя, ладно. Про Пашу какие-то известия? Да. Ну, говори. Валя, ты только не волнуйся, ладно? Это ничего не значит. В общем-то, такое дело. В общем, вот. Так это же его телефон. Ты где его взял? Ребята нашли. У речки возле берега. Значит, он тонул. Все, надежды нет. Валя. Валь, ты держись. Ну, все, я пошла. Меня Дима обедать ждет. Он без меня за стол не садится. Прикольный чувак-то, Дима, ма. А то. Валюша, я побежала. Мам, бабушка уходит. Нормально. Что это здесь у вас? Валь. Ты чего? Лер, доченька. Мам. Ты по-человечески можешь объяснить, что происходит? Мам, телефон нашли в реке Пашин. Ой. Мам, телефон нашли в реке Пашин. Здорово были, Иваныч. Здорово, Ирина. Как жизнь молодая? Размечталась. Не дождетесь. Да откуда ты знаешь, о чем я мечтаю, Иваныч? Может, я мечтаю замуж за тебя выйти? Не понял. Дражнешься все, а замуж-то не идешь. Телефон у тебя окажись, Иваныч. Кстати, начала правильно. Давай, давай, беги, не развались по дороге. Да-да-да-да-да, сейчас, сейчас, иду, иду, иду. Иду. Алло, Валентина, приветствую. Подожди. Паша? Алло, Валентина. Алло, Валентина. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мам! М? Ты чего опять грустишь, а? Ничего. Но я же вижу. Все хорошо. Я тебя очень сильно люблю. Сильно-пресильно. Тебя тоже очень-очень люблю. Поэтому перестань грустить. Ты лучше посмотри, какое у нас дерево выросло. Скоро заживем, как белые люди. Да, золотит у нас тогда, да? Только сейчас у нас деньги кончаются. Боюсь, тебе даже нечего будет ей скоро. Зато стройные будем. Мам, ну хватит грустить. Ты сейчас будешь плакать. Я тоже расстроюсь, разревусь. Не выучу пьесу, не сдам экзамен, не поступлю в институт, вот и все. Не буду. Не буду, честно. Точно? Ну хорошо. Пойду дерево поливать. Давай, иди. Только спать ложись, уже поздно, ладно? Хорошо. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Здорово, Иваныч. Ну как ты тут у меня? Здравствуй, Ирина. Ничего, не хуже, чем вчера. Ну, ты держись, Иваныч. Ну, а что остается делать? Держусь. Дрова-то топить. Мерзнешь? Да есть малость. Давление меря? Да чего его? Меря, не меря, все одно. Что значит все одно? Ну так. От давления очень многое зависит. Я-то тебе боярышник сушеный принесла. Он как раз давление стабилизирует. Держи. Спасибо, Петровна. Ты меня не забываешь. Да как я тебя забуду? Мы ж не чужие. Мы ж соседи все-таки. Мы ж полжизни рядом прожили. Ладно, пошла я. Става. Слышь, Иваныч. О. Ты, если чего надо, зови, не стесняйся. Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, что у нас новенького вместе в моде и красоты? Ты? Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оп! Али! А-а-а! Ха-ха-ха-ха! Дима, боже, как ты ты, боже! М-м-м-м! М-м-м! А это? А вино? Какое? Настоящее испанское вино. А у нас что, сегодня праздник? М-м-м! 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 А еще у меня есть для тебя сюрприз. Садись. М-м-м! 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 Али! Оп! Смотри! Это что такое? А? Это наша с тобой квартира в Испании. Ты посмотри! А? Посмотри, какая прелесть! А? Да! А? Да-да-да! Смотри, море из окна прям! Ты шутишь! Ты шутишь! Да мы хоть завтра можем сюда заехать! Ты представляешь? О! О! Дима! Дима! Ты волшебник, Димочка! Ты у меня волшебник, Димочка! О! Я не волшебник! Я только учусь! Но любовь нам позволяет делать такие чудеса! Такие чудеса! Такие чудеса! Подожди! Дай! Дай! О! Испания, привет! Я еду к тебе! Нет! Фу! Ой! 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 О! Господи! Как больно-то. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да? Какая соседка? О, господи. Подождите, вы можете мне сказать, что с Сергеем Ивановичем? Он жив? Дим, а как я там общаться буду? Я же языка не знаю. Выучишь? Да. У тебя все получится. Ты ведь у меня удивительная женщина. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Черт. Что это такое? А? Риэлтор написал СМС-сообщение. Что? На нашу испанскую квартиру появились еще два покупателя. На нашу квартиру? Да. А что же теперь сделать? Ну, надо как-то оперативно собрать все деньги и отправить. Чем быстрее, тем лучше. Ну, у нас же сейчас просто нет таких денег. Я знаю. Ой. 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 Котенок. Не, решайся. Теперь твой уход. В смысле? У меня есть покупатели на твою квартиру. Они очень, очень хорошо заплатят. Вот на эту квартиру? Да. Да. Очень хорошо. Нет, ну я не знаю, но это... Это как-то внезапно, это... Угу. И потом. А где мы будем жить до отъезда? Это вообще не проблема. У меня друзья уехали в командировку на целый месяц. Мы спокойно можем пожить у них. В центре города, со всеми удобствами. Саи, Саишка. Ну я не знаю, ну это все... Всего две недели, мы получим визу и будем жить в своей, в нашей квартире в Испании. Димой. Солнце. Ой. Песок, пляж. И ты в Парео. В такой большой-большой шляп. Да. Ой, как я туда хочу. Ну давай. Давай, решайся, давай. Ну хорошо. Юля, и за давлением постоянно следите. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, я так понимаю, родственница Сергея Ивановича? Да, я невестка. Как он? Состояние тяжелое. Требуется аорто-коронарное шунтирование. И вот тут проблема. Квоты до конца года исчерпаны. Я боюсь, что Сергей Иванович может в своей очереди не дождаться. Может есть какой-то выход? Можно сделать операцию на хозрасчетной основе. Но это очень дорого. Я найду деньги. Сколько стоит операция? Я тебя до больницы провожу. Не надо, сама доберусь. Ну, Лер, скорость темнеет, ехать далеко. Слав, я позвоню. Привет, молодежь. Здравствуйте. Па, а что ты тут делаешь? А я к Валентине Андреевне заехал. Мама дома, Лер? Нет, мама в больнице, у нас дедушка заболел. Сердцем что-то говорят, браться нужно делать. Понятно. Ладно, я пойду. Мне в магазин еще нужно. До свидания, дядя Игорь. Пока, Слав. Беги, беги. А зачем тебе Кудунаеву? Моя Славка, им сейчас трудно очень. Сейчас поддержка нужна. А ты что спросил-то? А что, я не имею права знать? Да нет, Славка, нечь, конечно. Тетя Валя, это жена моего погибшего друга. Я считаю своим долгом как-то помогать. Ты правда только для этого приходил? Ха, сейчас не понял. У тебя что, есть повод сомневаться в моих словах, что ли? Да нет, ну, просто мне показалось... Чего тебе показалось? Ничего. Поехали домой, балбес. Показалось. Чего в школе-то у тебя? Ничего, нормально. Да? Нормально, говорю. Ты что-то мне ничего не рассказываешь? Надо будет съездить самому, посмотреть, как у тебя там нормально. Добрый день. Буэнос Диас. Доброй ночи. Буэнос ночес. Господи, прямо русский язык какой-то. Иду, иду, иду. Да? Ой. Привет, мам. Привет. Пойдем, пойдем. Чайку со мной попьешь. Давай садись, угощайся. Ну, спасибо, я завтракала. Угу. Мамочка. Угу. Я к тебе с просьбой. Угу. Ты можешь денег дать в долг? У тебя же есть какие-то сбережения. У Сергея Ивановича сердечный приступ. Ему срочно нужна операция. Нет, ну а ты-то тут при чем? Как при чем? Человек может умереть? Что значит может? Он обязательно умрет. Мам. Я имею в виду, рано или поздно. Я только одного не понимаю. Ты что так переживаешь? Ну, это почти мой родственник, Пашин отец. Я должна ему помочь. Ой, Господи. Кого ты у меня такая дура? Точно не в меня. Мам, ты можешь одолжить денег? Нет, денег я тебе не дам. Но я дам тебе бесплатный добрый совет. Ну, не лезь ты со своей помощью к этому солдафону. Сам выкарабкается. Мамочка, а ты всегда слушаешь добрые советы? А я к тебе за деньгами не хожу. Угу. Угу. Понятно. Угу. Можешь не провожать. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Одесса! Ой, не понимаю. Что тебе забрело в голову продавать свою квартиру? О Пашином отце, чтобы забудется больше некому? Марин, вот ты сейчас прям как моя мама. Скажешь, твоя мама не права? У Сергея Ивановича родственников кроме меня нету. Да какая ты ему родственница? Жена его сына. Ты хоть понимаешь, на что ты меняешь свою почти роскошную квартиру? Ну, живут же здесь как-то люди. Какие люди? Шантрапан. Да здесь вечером на улицу страшно выйти. Ладно, все. Пойдем, кажется, туда. Пошли. Ну вот, Плещаевская 44А. Это нам. Да, прямо дом Павлова какой-то. Ну ладно, не такой уж он и страшный. Может, квартира ничего? Ну, на это бы я не рассчитывала. Посмотрим. Да тут и смотреть нечего. Куда смотреть, а? Марин, вы не давите на психику. Ведь знаешь, что выбор у меня небольшой. Сюда, пошли. Кто там? Здравствуйте, это Валя Дунаева. Мы договаривались квартиру смотреть. Да, 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 да. Сейчас, минуточку. Сейчас. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Ну, давайте смотреть. Вот. Проходите. Вот тут у нас спальня. А там дальше еще одна комната. А вот кухня. Посмотрите, какая большая. Проходите. Вот. А вот это у нас ванная. Вот. Квартира замечательная. Не пожалеете. Мы тут троих детей вырастили. А теперь вот они разлетелись из родительского гнезда. И с собой позвали. Потому и продаю квартирку-то. Ну, понятно, да. Господи. А что это? У вас всегда так шумно? Что, поезда? Да вы привыкните. Мы даже и не замечаем. Вот сюда поставьте, пожалуйста. Спасибо. Бедя. 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 Бедя, ты говоришь, да? Бедничка. Бедя, ты первый-то пребежь, а? Не надо. Я ж тебе дверь просил. Дуй, давай заводкой. Бедя, ты давай уже можешь начинать. Это поздно, Бедя, уже. О, чё, как. Бедя. Бедя, чё, как огульно, Бедечка. Бедя. Разрешите. Ой! Эй! Что вы сделали? Простите, простите тысячи извинений. Вы цветок мне разбили. Извините, сейчас поправим. Пить меньше надо. Да мы вообще не пили, вон вина! Мужик еще просит. Делка соседское. О! Зажиточное. Лер! Что случилось? Мам, эта дура мне дерево разбила. Какая дура? Что ты говоришь? Соседка наша, алкоголичка. Ну что делать? Ну, отрастет. Ага, когда она теперь отрастет? Опять три месяца ждать? Ну, подождем три месяца, что делать? Не специально же она разбила его, правильно? Классно у нас теперь соседи. Ладно, не ворчи. Давай сюда это дерево, мы попробуем его пересадить. Кто плакал, наше материальное благополучие. Да, жалко. Пойдем, попробуем. Где бутылка гадина? Убью! Стопа, стопа! Стопа, стопа! Стопа, стопа! Стопа, стопа! 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 Да сколько они будут орать? Да сколько можно? Ну, я уже устала, сейчас полицию вызову. Да подожди, не надо париться, может они успокоятся. Ага. Они успокоятся, когда их успокоят. Иди сюда. Что ты делаешь? Хорошую расческу сломаешь. Дуреха. Бориса справедливость. Давай ложись. не подожди. Сейчас они успокоятся. Г предварительный Продолжение следует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Во второй операционной. Родственника, что ли, твоего оперируют? Да. Свекра. Хороший, видать, свекра у тебя. Вон, как за него переживаешь. А я вот со своим так всю жизнь не ладила. Земля и мумпухом. Ну что, как он? Все хорошо. Сергей Иванович пока под наркозом. Через час придет. Если все пойдет по плану, то недельки через две отпустим. Спасибо. Спасибо большое. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну вот оно, место нашего временного представища. Чумовой район, кругом зелья. Все рядом, все. Вот там вот фитнес, солярий. Позагоришь, чтобы в Испании не сгореть. Вот. Здесь бутик. А где моя кошка? Вот, держи, 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 на лапунчик. Вот. Бутики, все рядом. Так, вроде все, да? Спасибо. Спасибо большое. Так, стоп. Что? Шеф, подожди. Я ключи забыл о дом. Как? Лапонька, я быстренько. Я туда-обратно. Я мигом. Жди меня. Потихоньку. Торопиться не надо. Да вот мы уже и пришли. Что такое? Валентина, зря я сюда приехал. Сергей Иванович, ну что опять? Ну, не привык я никого стеснять. Вдруг вам мешать буду. Ну, вы как маленький, ей-богу. Перестаньте, нам всем места хватит. Вы увидите. Ну, спасибо тебе. Пойдемте. Пойдемте, нас Лерка ждет. Пошли. Заходите. Дедуль, привет. Проходи. Привет. Лер, дай дедушке тапочки. Да. Проводи в комнату, хорошо? Да. Пойдем, дедуль. Туда. Пойдем, пойдем. Мама. Пойдем, пойдем. 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 Продолжение следует...